Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 7 сентября и я сразу же напомню, что это пятница является первым месяцем, а соответственно сегодня выйдут данные по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. То событие, публикация которого очень сильно влияет на рынок и мы будем видеть период повышенной волатильности, поэтому 15.30 будьте к этому готовы. Ну и также в это время на нашем YouTube канале пройдет трансляция с комментариями в момент публикации данных новостей. Итак, начинаем наш обзор с пары евро-доллар. По паре евро-доллара вчера после закрепления максимальных значений, которые были зафиксированы в начале недели, мы видим продолжение восходящего тренда цели роста на текущий момент это движение в области 1.16.93 и 1.17.48. Возврат к продажам, а значит и продолжение нисходящего тренда, будем рассматривать в том случае, когда увидим закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.16.05. По паре британский фунт-американский доллар на текущий момент тенденция восходящего в рамках часового таймфрейма также сохраняется. Цели роста здесь мы ожидаем в области 1.30.20, но возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.28.97. По паре американский доллар-канадский доллар вчера в второй полной торговой сессии мы закрепились ниже минимальных значений 5 сентября, что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу нисходящего движения, а значит начинается коррекция по данному активу. Цели по снижению этой области 1.30.29, возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.32.27. По паре американский доллар и японская иена сохраняется нисходящая тенденция. Вчера также обновили минимальные значения 31 августа, конца прошлой недели и на текущий момент тренд движется по направлению на 109.68. Опять же мы говорим о часовом таймфрейме. Ближайший разворотный уровень располагается на максимальных значениях 5 сентября, который был зафиксирован по цене 1.11.74. По паре австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра обновили минимальное значение 6 и 5 сентября, что на текущий момент подтверждает сохранение нисходящей тенденции с целями снижения среднесрочными до 69. Возврат к покупкам по данному активу, а значит и начало коррекционно-восходящего движения будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.72.11. То есть там у нас располагается ближайший разворотный уровень. По паре еврофунт здесь больше напоминает некую неопределенность, строковую в боковике. Многие могут усмотреть такую фигуру технического анализа как бриллиант. Но тем не менее здесь важно отметить то, что у нас есть область сопротивления, область поддержки, которая обозначена максимальными и минимальными значениями вчерашней торговой сессии. И фактически здесь мы можем говорить о том, что пробитие либо максимум, либо минимум задаст тон уже дальнейшего движения. Основное направление сохраняется восходящим, поэтому пробитие максимальной значения здесь остается в приоритете. По золоту вчера смогли закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы 5 и 4 сентября, что в рамках часоводной фрэм переводит в фазу восходящего движения. Среднесрочный уровень находится на отметке 1208 долларов за тройскую унцию. Соответственно, преодоление данного максимального значения откроет предпосылки роста в среднесрочной перспективе. Ну а пока сохраняется восходящая коррекция. По нефтемарке Brent тенденция сохраняется нисходящая после пробития минимальной значения, которое мы видели 4-5 сентября. Соответственно, тенденция сохраняется нисходящая. Цели по снижению это оба 73-74 доллара за баррель нефтемарки Brent. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальной значения вчерашней торговой сессии, которая была зафиксирована по цене 7753. По индексу DAX сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению это отметка 11789. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальной значений, которые были зафиксированы вчера по цене 12092. Ну и по биткоину сохраняется тенденция нисходящей от цели по снижению это 5783. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальной значения вчерашней торговой сессии, которая была зафиксирована по цене 6954. Биткоин корректируется, ну и дальше уже будем отслеживать ситуацию, вблизи каких уровней данная коррекция может завершиться. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие трансляции и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.